Бобрученко Ирина Михнёва до сих пор не может отойти от шока. В её доме стойкий запах гари. Около пяти утра женщину внезапно разбудил звук пожарного извещателя. Выбежав на кухню, она увидела плотную завесу дыма. Панике не поддалась и сразу набрала номер 112. Разбудила маму, одела ребёнка, ребёнка на улицу. Позвонила срочно. 101 вызвала пожарную службу. Приехали спасатели. Ещё до приезда спасателей Ирина вместе с мамой пыталась бороться со стихией, однако потушить пламя удалось только пожарным. В результате происшествия повреждена газовая плита и кухонная мебель. Закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить в процессе следствия и экспертизы. Данный случай показывает о том, что такая маленькая простая вещь, как автономный пожарный извещатель, реально спасает жизни. В данном ситуации мы видим, что трое человек остались живы благодаря вовремя сработавшему автономному пожарному извещателю. А вот во втором случае на улице Баумана в роли спасателя выступил бобручанин, который решил наведаться в гости к своему соседу. Мужчина, увидев загорание, вошёл в дом, обнаружил спящим на диване хозяина и вынес его из задымлённого помещения. Накануне пожара мужчина находился в доме и, по всей вероятности, мужчина заснул сигаретой на диване, так как повреждено было огнём только диван, на котором сам находился мужчина, с которого его снимал сосед. Пожар был ликвидирован спасателями, а пострадавший с ожогами и отравлением продуктами горения доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое. Причина происшествия устанавливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова